Еще в 80-е спортсмена окрестили секс-символом. В то время Александра Жулина связывали отношения лишь с одной женщиной, супругой Майей Усовой. В последующие десятилетия мужчина не раз оказывался в эпицентре любовных треугольников. 20 июля исполняется 60 лет серебряному призеру Олимпийских игр. Чемпиону мира, Европы и СССР Александру Жулину. Он известен как тренер Романа и Александр Зарецких, Кристин Фрейзер и Игоря Луканина, Татьяны Навки и Романа Костомарова. И, конечно, окружающие наслышанные о любовных победах спортсмена. Первой женщиной и супругой для Жулина стала партнерша Майя Усова. Спустя годы фигуристка призналась, что была несчастна с мужем, оказавшимся предателем и тираном. Как Александр Вячеславович обидел Усову и с кем еще пытался создать семью? — Никогда не забуду. — Как Саша оскорбил мою маму, ваша дочь навсегда останется одна, так же, как и вы. Он не учел того момента, что мама потеряла папу по трагической случайности, его молнией убила, когда они вдвоем стояли под деревом, делилась Усова. Но только ли внутренняя борьба разрушила семью? Стоит отметить, что главными соперниками спортсменов считались Оксана Грещук и Евгений Платов. Как ни странно, именно на конкурентку в итоге положил глаз Жулин. Мужчина говорил Грещук, что остается с женой только ради имиджа романтической пары. Оксана всерьез полагала, что у обоих супругов были любовники. Верила она, и что Александр разведется после окончания карьеры. Триумфальным для Усова и Жулина стал 1993-й, когда они выиграли чемпионаты мира и Европы, впереди маячила Олимпиада в Лилихаммере. Вероятно. Именно поэтому тогда фигурист заявил Грещук, что их свадьба возможна, только если Оксана повесит коньки на гвоздь и забудет о соревнованиях. Каким-то чудом Платов уговорил партнершу не слушать коварного любовника и продолжать тренировки. Впрочем, Александр видел ситуацию в ином свете. — Все быстро закончилось, потому что Грещук позволяла себе совершать поступки, которым, на мой взгляд, нет и не может быть оправдания, — подчеркивал Жулин. Она не брезговала никакими средствами, чтобы получить то, к чему стремилась. Это, конечно, недопустимо. Но своего она добилась, выиграла Олимпиаду. Оксане Грещук рассказывали, что до нее у Жулина случилась интрижка с Екатериной Гордеевой, однако никаких доказательств связи не было. Итак, Оксана Грещук и Евгений Платов взяли золото, а своим соперникам оставили серебро. Жулин мигом переменился, сказал, что развод откладывается, и ушел с женой в профессиональное катание. Усова в дальнейшем говорила, что простила мужу Роман на стороне, хотя и не следовала. До 1998 мая пыталась склеить разбитую чашку любви, хотя последние годы уже жила отдельно от супруга. Когда же в отношениях была поставлена точка, Майя Усова призналась, что избранник не только изменял ей, но и избивал в течение всех семнадцати лет, что они катались вместе. Однажды в туре Тома Коллинза вообще произошла дикая драка. Мне даже стыдно было ехать со всеми в одном автобусе. Сетовала фигуристка. Я была такая, хорошенькая, с раскорябанным лицом и расквашенным носом. Пришлось занимать деньги и брать такси. Мне не нужно было оправдываться перед Майей за легкий флирт, что происходил между мной и Таней, потому что ничего серьезного еще не было. К тому времени мы с женой уже общались, со скрипом. Кризис, постигший нашу семейную жизнь, проявлялся в том числе и в игре в молчанку. Но по сердитым взглядам и резким движениям Майи я понимал, она чувствует, что со мной что-то происходит, вспоминал Жулин. Еще когда Жулин катался с Усовой, но в их семейных отношениях уже назрел кризис, в истории появилась новая линия, Александр влюбился в Татьяну Навку. В 1993-м мужчина увидел девушку на танцполе и поразился ее красоте и грацией, знакомая девочка превратилась в сексуальную женщину. Потом были сборы во французском городке Пролоньян, где фигурист опять столкнулся с Татьяной. Она расцвела, преобразилась невероятно. Так бы смотрел и смотрел, все мысли, о ней. Попал, думаю. Только этого еще не хватало, ведь впереди Олимпийские игры. Ни о каких романах и речи быть не может, если ты нацелен на победу, рассуждал Жулин. С той поры Александр постоянно искал встречи с Татьяной. Время расставило все по местам, Усова и Жулин развелись, а Навка ответила взаимностью влюбленному поклоннику. Тут-то фигурист и совершил огромную ошибку. Дело в том, что бывшая жена Тверда отказалась с ним кататься, в то время как Татьяна встала в пару с Романом Костомаровым. Навка вкалывала, а Жулин бездельничал, так как не складывалось ни с тренерской работой, ни с выступлениями. Усова начала сотрудничать с Евгением Платовым, а значит, Оксана Грещук, как и Александр, осталась без партнера. Невзирая на протесты Навки, Жулин позвонил Грещук, и та согласилась кататься с бывшим любовником. Поначалу отношения не выходили за рамки рабочих, но в итоге Александр дал слабину. Он даже перебрался к Оксане, но уже через пять дней осознал, что ошибся, и вымолил прощение у Татьяны. И тут по неизвестной причине тренер Наталья Леничук уговорила Костомарова отказаться от сотрудничества с Навкой. Перерыв в карьере был использован для создания семьи, Александр и Татьяна переехали в Нью-Йорк, купили в кредит роскошный таунхаус на Гудзоне, поженились и стали родителями дочки Александры. Тот период Жулин называл сказочным, но Навка как-то обмолвилась. Что для полного счастья не хватало лишь звонка Костомарова с признанием своей вины. Как по мановению волшебной палочки, Роман действительно набрал нью-йоркский номер и попросил Татьяну вновь кататься с ним. Ну а тренером пары стал Александр Жулин. Масло в огонь подлила Лиза Башарова. Приславшая одно за другим три сообщения, раскрой глаза, мой муж и твоя жена встречаются, рассказывал Жулин в интервью. Жулин гордился подопечными, несмотря на трудности, Костомаров и Навка выиграли Олимпиаду в Турине. По мнению тренера, именно эта победа оказалась отправной точкой. Когда жена решила, что она уже не ученица, а сильная самодостаточная личность. Конфликтов в семье становилось все больше, предметами для споров могли быть как взгляды на конкурсную программу, так и на воспитание дочери. Точкой невозврата оказался переезд в Москву и последующее участие супругов в шоу «Ледниковый период». Жулина поставили в пару с Энгиборгой Добкунайте, а Навку — с Маратом Башаровым. Вскоре все газеты пестрели заголовками о романе актера с фигуристкой. И Александру оставалось лишь гадать пиар-компания это или правда. Ревность, бытовые споры, тот факт, что отныне Навка зарабатывала в разы больше мужа, причины для разлада накапливались. Однако последний гвоздь в крышку гроба вбил именно Жулин. Когда ответил на чувства своей новой ученицы Наташи Михайловой. Я стал встречаться с Наташей. И чувствовал себя прекрасно, любил, как некощунственно звучит, сразу двоих, жену и ученицу. Наташа дала мне то, что Таня давать не хотела или уже не могла, страсть, восхищение, заботу. Неподдельный интерес к моей жизни. Не знаю, прочла ли Таня эсэмэску в моем телефоне или кто-то из знакомых ей раскрыл глаза, но она узнала об этом. Я сказал жене, что беспокоиться ни о чем. У меня и в мыслях не было уходить из семьи, пояснял тренер. Так не могло продолжаться вечно. И очередные метания Жулина между двумя женщинами закончились разводом. Символично, что в 2012-м фигурист выступил с бывшей супругой в программе «Ледниковый период». Кубок профессионалов, под песню из фильма «Мы из будущего», за все спасибо, добрый друг, весьма красивый аккорд для финала любовной истории. Первые месяцы после расставания с Навкой тренер не знал, бороться ему за прежнюю семью или же создавать новую. Наташа терпеливо ждала. Пока избранник определится. В 2013-м у Михайловой и Жулина родилась дочка Катя, но только через пять лет влюбленные поженились. Как поставишь штамп в паспорт, обязательно что-то сломается в отношениях, романтика закончится. Не могу объяснить, то ли женщина расслабляется и переходит в позицию «милый, никуда не денешься». «То ли я начинаю чувствовать синдром, все, захомутали», ранее пояснял тренер нежелание идти в ЗАГС. В апреле 2020 года избранница вновь подарила мужу-наследницу, которую назвали Леной. «Меня жена бережет». «Я уже старый, поэтому по ночам дочь укачивает Наташа», — признавался Александр. При этом тренеру удалось сохранить теплые отношения не только со старшей наследницей Сашей, но и с ее матерью. «Думаю, Таня уважает меня за то, что я отец ее ребенка и, в конце концов, тренер золотой пары Навка Костомаров. Я ее уважаю за то, что она стала олимпийской чемпионкой под моим руководством. У меня такого раньше не было. И у нас растет совершенно фантастическая дочь, которая хорошо воспитана и скромна. Были тяжелые моменты вначале, но потом мы просто как цивилизованные люди встретились и поговорили. «Таня никогда не строит козней, всегда говорит Саше, что папа — это папа, а Дмитрий Сергеевич...» — Дмитрий Сергеевич, — пояснял Жулин в интервью. Поклонники, да и сам тренер, шутят, что Александр Жулин живет в женском царстве, но, кажется, его это ничуть не смущает. «Кто-то из болельщиков назвал меня дамским ювелиром. Пусть так. Хочу ли я еще одного ребенка? Наверное, буду пробовать». «А там, как получится», — заключил Александр. «Кто-то из болельщиков не может быть единственной».